Всем добрый день. Меня зовут Алексей Ерюков. Я представляю компанию Газпромбанк. Тема моего сегодняшнего доклада – контроль качества данных, вектора переменных для моделей. И также поговорим о том, как реализовать инструмент Sales Service Data Quality своими руками. Расскажу немного о себе. Я работаю с данными уже 16 лет. В банкинге работаю с 2013 года. Занимал позицию CDO в банке «Ренессанс Кредит». Сейчас в Газпромбанке занимаюсь инструментами контроля качества данных для моделирования. И также развиваю инструмент Sales Service Data Quality. Многое уже сегодня было сказано. В организациях стали появляться Data Office. Появился человек, главный ответственный за данные – это CDO. И есть концепция Data Governance, о которой вы уже все знаете, которая нам говорит о том, что нам нужно делать с данными на этапе жизненного цикла с момента появления и до момента их утилизации. Я сейчас не буду подробно касаться процессов Data Governance. Хочу лишь отметить то, что качество данных – это один из блочков этой концепции. Казалось бы, небольшая частица. Но если ваши данные некачественные, соответственно, у вас страдают процессы, страдают принимаемые решения. Потому что высшие должностные лица любой организации умеют принимать решения. Но в зависимости от того, какие данные вы им дадите, соответствующие решения будут приняты. Коснусь немного проблематики, как вообще появилось мое направление в банке. Соответственно, возникла потребность в контроле качества данных. Бизнес, работая с дата-инженерами и выбирая между развитием каких-то новых областей, либо работая с качеством данных, выбирает, конечно, развитие. Потому что, очевидно, это приносит прибыль. И на вопрос качества данных не всегда остается время, скажем так. Соответственно, у дата-инженера бэклог полный таких задач, которые касаются развития. И там задачи, касаемые качества данных, где-то в конце. Если там время останется, он с ними, соответственно, поработает. Сам процесс изменения данных, по крайней мере, в нашей организации, если брать от найденного инцидента в витринах, агрегатах его разбора до системы источников, занимает достаточно большое время. И, соответственно, у дата-инженера не всегда хватало времени и сил на то, чтобы дождаться, когда инцидент будет исправлен. И, соответственно, не все инциденты, их исполнение отслеживалось. А также не было сквозного контроля инцидентов от финальных витрин до системы источников. И, соответственно, не было команды, которая регулярно занимается именно вопросами качества данных на регулярной основе. И, соответственно, таким образом появилось направление стрим качества данных для моделей. Я представляю департамент анализа данных и моделирования. И мои задачи контролировать именно витрины моделирования, розничного моделирования. Какие основные функции нашего стрима? Первое – это мониторинг качества данных ключевых витрин, которые используются в моделировании. Разработка новых правил промышленных контролей качества данных. Анализ инцидентов и оценка влияния их на бизнес. Участие в приемке и доработок витрин считаются только те витрины, которые используются в моделировании. То есть мы не проверяем все витрины банка, только определенную их часть. Также контролируем статусы инцидентов КХД и взаимодействуем с СИДИО. И проверяем данные на предмет аномалий. Какие особенности вектора переменных для моделей? Соответственно, это витрины агрегаты. Это обычно большие витрины. Количество столбцов достигает тысячи и более. Они собираются на разных источниках. Десять источников – это не предел как внутренних, так и внешних, для того, чтобы собрать одну витрину. Количество строк в витрине обычно достигает десяти и более миллионов строк. Для вопросов моделирования всегда важна историчность. Поэтому от четырех лет истории обязательны. 10% доверительный интервал отклонений от предыдущего среза. Об этом показателе расскажу позже. И три рабочих дня – это обычно время реакции на инцидент в случае ежемесячных процессов. На ежедневные процессы, естественно, реагируем быстрее. Так как я представляю сообщество дата инженеров в банке, процесс развития и поддержки витрин у нас описан с помощью матрицы RACI. Матрица RACI, ее аббревиатура берет из первых букв ролей, которые используются в данной матрице. Соответственно, R – это Responsible, ответственный человек на конкретном этапе процесса. A – Accountable – это исполнитель, C – тот человек, который консультирует, и I – Inform – это кому надо сообщить о том, что мы вообще что-то там сделали. И процесс разработки витрин описан с помощью такой матрицы. В этот процесс мы добавили два новых шага. Первый шаг – это после того, как инженер данных разрабатывает прототип витрины, он первично проверяет качество данных на аномалии. И если с данными все в порядке, он отдает их заказчику. Если с ним что-то не так, соответственно, аномалии разбираются. И второй шаг – это уже когда витрины переданы в промышленную эксплуатацию, вместе с обновлением витрин проверяется их качество. Соответственно, ну, с той же регулярностью, с которой обновляются витрины. Какие сейчас есть вообще инструменты по работе с качеством данных, с учетом того, что большинство вендоров покинуло нашу страну, и, собственно, какое-то время было непонятно, что вообще с этим делать. Ну, одним из наиболее популярным является язык разработки Python. Соответственно, под него написано множество библиотек, которые работают с качеством данных. Вы можете… Те, с которыми я работал, вы видите на экране. Можно взять любую из этих библиотек, по сути, и для первичной оценки качества данных их вам будет достаточно. Можно посмотреть и профилирование, можно посмотреть дрифт данных, там построятся некие графики. Может быть, это где-то неудобно, но начать можно с этих библиотек. Также у них есть и свои минусы. Первое – это то, что они не работают с большими данными. Когда количество строк переваливает за миллион, а мы помним, что у нас столбцов много, соответственно, начинаются проблемы производительности. Некоторые библиотеки просто отваливаются и перестают работать. Соответственно, есть зависимость от внешнего разработчика. Если вам что-то нужно доделать, переделать, то надо ждать, пока разработчик что-то сделает, либо сообщество, либо садиться самим, собственно, и доделывать. И последнее – это версионность библиотек. Это достаточно важный момент для моделирования, потому что моделисты данных используют определенные версии библиотек. У них построены модели, и просто так прийти и взять, обновить версии библиотек, которые они используют, не всегда возможно. А у библиотек качества данных есть зависимость от этих библиотек, и поэтому иногда возникают конфликты. Собственно, мы подумали и решили разработать свой инструмент. Это также библиотека на Python разработанная, которая сейчас работает в двух направлениях. Первое. Для численных переменных мы рассчитываем ключевые метрики. Это количество заполненных строк, количество пустых строк, медианное и среднее значение, минимум, максимум, суммарное значение переменной по столбу на срез, и показатель population stability index. Все, кроме последнего, показатели рассчитываются по умолчанию. Последний достаточно тяжеловесный, поэтому, если нужно что-то детализировать, мы используем PSI, так как он дает четкий ответ на вопрос, был сдвиг в данных или нет, можно их использовать или нет. Второе направление, по которому мы работаем, это логические проверки для фичей. Ну и не только логические. Для них мы решили использовать библиотеку Great Expectations, соответственно, мы вживили ее в свой инструмент, и там работаем с данными по нескольким направлениям. Там есть табличные проверки, есть толпцовые проверки, проверки строк, дата времени и логические проверки в том числе. Соответственно, в Great Expectations огромный объем проверок, по сути бескончаемый, вы можете найти любую проверку на свой вкус. Также наравне с первым подходом мы используем модель ML Isolation Forest. Модель также помогает нам в работе с поиском аномалий. Основная суть ее в следующем. Берется произвольное переменное, берется произвольное значение этой переменной в интервале от минимума до максимума, и вся наша выборка делится на две подвыборки. Меньше этого значения и больше этого значения. Процесс повторяется до тех пор, пока в каждом листе дерева не остается либо одно значение, либо схожие, одинаковые значения. Таким образом получается ансамбль деревьев или по-простому лес, который раскладывает наши данные. И дальше считается путь от корня дерева до листа. Чем короче этот путь, тем выше вероятность того, что это аномальные данные. На слайде красненький кружочек показывает нам то, что он прямо находится рядом с корнем, и, скорее всего, это аномалия. Если смотреть в двумерном пространстве, справа на слайде показан пример, мы берем все множество данных и пытаемся одно из значений выборки отделить от всех остальных. Чем быстрее мы это можем сделать, тем выше вероятность того, что данные аномальные. На нашем примере также красный кружочек мы за один проход отделили от всей выборки. Какие плюсы и минусы подхода изолейшн-форест? Подход не требует эталонной выборки и обучения. То есть очень удобно в применении для дата-инженеров, потому что обычно разрабатывается некая витрина и за множество срезов сразу, например, разрабатывается витрина за несколько лет, посредственно помещено. И этого достаточно, чтобы модель изолейшн-форест начала работать. Достаточно понятный алгоритм ее работы. И что немаловажно, она работает с большими объемами данных. То есть проблем производительности у нее нет. Также у данного подхода есть и минусы. Главный минус в том, что считать аномалией решает инженер качества данных или аналитик данных, то есть тот человек, который работает с моделью. Модель возвращает некий скор, и уже сам аналитик, инженер качества данных должен принять решение, является это аномалией или не является. Достаточно трудно интерпретировать результаты работы алгоритма для бизнеса. По сравнению с первым методом, например, там, где всегда можно договориться с заказчиками, что метрики отклоняются на то или иное значение, тут все достаточно сложнее. И чтобы понять причину аномалии, нужно проваливаться до сырых данных все равно. То есть от этого никуда не деться, придется выкопаться в дебрях. Также забыл сказать, к сожалению, в первом методе мы сделали полную настройку наших метрик, то есть под каждую метрику мы можем настраивать доверительные интервалы, что считать аномалией, что нет. Например, отклонение максимального значения до 10% по сравнению с предыдущим срезом мы не считаем аномалией, отклонение медианы на 3% до 3% мы не считаем аномалией, больше 3% считаем, что это аномалия. Настройки эти задаются как на витрину в целом, так и на отдельные переменные, то есть если можно задать общие настройки и для конкретных переменных, особо чувствительных, мы не допускаем то, что 3% отклонения это хорошо, тогда мы говорим, то, что для этой переменной мы указываем 1% отклонения и это более 1% отклонения будет считаться инцидентом. Теперь давайте поговорим немного про визуализацию результатов. В качестве BI-инструмента для визуализации у нас используется Apache Superset. На экране вы можете видеть пример нашего дэшборда, который используется. Особенность его в том, что у нас наши метрики результаты расчетов складываются в одну таблицу и соответственно не нужно строить под каждую витрину новый дэшборд качества данных. У нас уже как только произведен расчет метрика, заходим в Superset, выбираем нужную витрину и результаты доступны уже. В левом верхнем углу у нас общая информация по последнему срезу о переменных. Всего 797 переменных из них синеньких это без отклонений и оранженькие это с отклонениями. Рядом сверху та же информация, но за историю, то есть посрезно можем увидеть как менялась доля переменных с отклонениями. В левом нижнем углу количество аномалий на атрибут. можем посмотреть сколько фичей у нас было без отклонений с ноликом, для скольких фичей, для какой доли было отклонение по одной из метрик, по двум и так далее. И последнее это историчность аномалий по категориям. То есть тут мы можем посмотреть как меняются данные с течением времени. В данном случае мы видим то, что у нас отклонение максимального значения обычно занимает большую долю среди всех аномалий. А дальше идет уже детализация. Мы по конкретным переменам можем посмотреть детали, количество пустых строк заполненных по переменам, сумма значения атрибута на срез. Кстати, достаточно интересный показатель берется, складывается все значения некого атрибута соответственно численного на срез. Например, условно возраст клиента. Казалось бы, что этим можно посмотреть? Какой-то странный показатель. Но он интересен именно в разработке поведенческих витрин, когда дата-инженер его попросили разработать похожие переменные. Например, количество печений, которые съедает клиент за месяц. Количество печений, которые съедает клиент за три месяца, за шесть и так далее. И зачастую дата-инженер может копировать логику и поменять конкретные значения с одного на три и так далее. Если в этот момент его отвлекли, то он мог создать копию переменной. То есть там написано то, что это информация за три месяца, но он забыл поменять значение и информация за месяц. В таком случае мы мгновенно увидим, что у нас две переменных имеют одно и то же значение. Вариант того, что на 10 плюс миллионов строк они совпали, это невероятное событие. Дальше минимальное значение на одном графике, медианы и средние. Смотрим, сравниваем их между собой. Если у нас, например, могла отклониться, сильно отклонилась средняя, но медиана не скахнула, значит, у каких-то небольшого количества клиентов, например, какие-то аномальные значения огромные, но при этом медиана стоит, значит, таких клиентов немного. Количество уникальных значений и в конце детальные данные по метрикам, по всем переменам мы видим сырые данные. Это нужно для того, чтобы оценивать аномалии. Например, мы видим то, что отклонение возраста клиента по сравнению с предыдущим срезом количества пустых строк увеличилось на 300%, но при этом мы смотрим в детали и видим, что в прошлом месяце у нас три клиента из 10 миллионов не имело заполнено поле возраст. В текущем срезе 12 таких клиентов из 10 миллионов. Соответственно, прирост 300%, но понимаем, что это малые значения и очевидно, это не аномалия, это не инцидент. Так, теперь давайте немного поговорим о self-service data quality, собственно, как запустить self-service. по горизонтали вы видите собственно процесс с участием оператора, у нас есть расчет витрин, в нашем случае это клоудеры Ampala или MS SQL сервер, это в принципе не имеет значения, инструмент можно настроить для работы с любыми с УМБД. Дальше производится в Юпитере расчет метри качества данных, результаты также складируются либо в Ampala либо в MS и как вы видели дашборд в Apache SuperSate он визуализирует результаты. Для того, чтобы этот процесс стал self-service и им пользовались именно не только дата инженеры или профессионалы работы с данными, а по сути любой пользователь, мы разработали интерфейс для настроечной таблицы, пользователь может зайти и ввести все необходимые настройки, название витрины, частоту обновления данных, частоту запуска проверок по ней, какие поля нужно исключить из расчетов, нужно ли рассчитывать по каким-то полям PSI или не нужно, доверительные интервалы на витрину и на поля отдельно, в общем, вся необходимая информация заполняется и записывается в настроечную таблицу. Дальше у нас есть DAC в Airflow, который запускается несколько раз в день, это все настраивается, естественно, можно запускать хоть каждую минуту и проверяет. Если данную витрину сегодня нужно проверять, она еще не проверялась, он стартует проверку, предварительно проверив вообще данные-то в ней обновились или нет, потому что если данные еще не загрузились, то это бесполезная работа. Если данные появились, он запускает проверки и дальше, в общем-то, по горизонтальной нашей линии выполняет весь этот процесс. Если данных еще нет, он засыпает и вернется с проверкой позже. Некие выводы по моему докладу. Первое, что хотелось бы сказать, то, что работа над улучшением качества данных это не какой-то разовый процесс, это навсегда. Нельзя сделать так, чтобы один раз настроили данные качественно и забыли об этом. Это живой процесс, он ежедневно подвергается разного рода воздействиям, поэтому следить за качеством данных нужно ежедневно. Для работы над улучшением качества не нужны какие-то специализированные инструменты, собственно, сейчас уже есть множество доступных инструментов на рынке, с помощью которых можно контролировать качество данных. если глобально говорить о процессах качества данных, то необходима поддержка руководства. Без поддержки руководства процесс не взлетит, просто если не будет заинтересованного лица из руководства, который скажет все, мы созрели как организация, нам данные нужны качественно, и мы готовы за это платить, то у вас ничего не полетит, потому что бизнес будет максимально игнорировать вас, когда вы придете и скажете, какие у вас проблемы, а давайте мы может над качеством работаем, они скажут, нет, уйди там, нам деньги зарабатывать надо, что ты пристал. Нужна команда, не обязательно большая, но это выделенная структурная единица, которая регулярно, ежедневно работает именно с качеством данных, не разрабатывает витрины, не чем-то там еще занимается, а именно качеством данных каждый день. Регулярный контроль качества данных позволил улучшить качество работы модели, производительности результаты. Ну и инструмент LCR с Data Quality своими руками доступен уже сегодня. Я сейчас на примере показал, как его можно реализовать. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Буду рад ответить на вопрос. спасибо за доклад. Меня зовут Александр. Я хотел спросить, во-первых, немножко для вступления, что у вас понимается под качеством данных? Например, это есть объект пользователь и в целом его полнота заполнения данных или просто какой-то конкретный параметр, который по всем пользователям собирается? Для начала. Зависит от процессов, конечно же. качество, например, вы присваиваете какой-то признак, качественный или некачественный. Качественный датасет в целом, качественная выборка для конкретного целевого использования или качественные данные под пользователем в целом, например? Качественные переменные в конкретном срезе конкретного датасета. Каждая переменная маркируется было отклонение по ней или нет. И разбираются инциденты команды. Может быть, соответственно, флаг подсветился на то, что у нас это аномалия, но мы понимаем, что это нет, потому что бизнес увеличил продажи и так далее. То есть это все разбирается и по итогу проставляются маркеры, есть инцидент или нет. Понятно. А на основе этих инцидентов, которые вы собираете, вы понимаете, что там какая-то аномалия, нужно с ней что-то делать. Как любят говорить, actionable действия, потом выводы делаются. То есть, например, команде разработки нужно проверить, чтобы в форме ввода каких-то данных было обязательное требование к заполнению. Но с другой стороны, обязательное требование к заполнению большего количества данных может понизить конверсию при заполнении этих данных. Кто вообще дойдет до конца заполнения? Так как мы работаем с агрегатами именно для моделистов, у нас такой многоуровневый процесс. Мы снизу идем вверх. Соответственно, мы работаем в Хадупе и смотрим сначала в Хадупе. Аномалия проявилась там, соответственно, идем на уровень выше. Уровень выше идет у нас КХД. Соответственно, смотрим там, проявилась ли там аномалия. Если проявилась, идем выше. Таким образом, доходим до системы источника. Процесс, как раз я о нем говорил, он проработан. И если проблема на системе источника, мы уже передаем вопрос в Data Office и там уже принимается решение, исправлять данную аномалию или нет. Очевидно, что любую ошибку никто, конечно же, не бежит исправлять сразу, потому что оценивается вообще, какую прибыль мы от этого получим и сколько мы потратим на доработку. И там уже оценивается, нужно это делать или не нужно. Ладно, спасибо. Здравствуйте, спасибо большое за доклад. Очень интересно. У меня такой вопрос, что помимо аномалий, у нас очень большая проблема обычно с пропусками. Есть ли у вас модуль работы с пропусками? И есть ли какой-то опыт положительный или отрицательный с стат-моделями по восстановлению пропусков? Спасибо. Пропуски вы имеете в виду пустоту? Там это нал приходит место. Это одна из метрик была, о которых я говорил. То есть количество попеременно пустых значений, например, поле возраста на срез и доля незаполненных значений. По поводу заполнения, да, обычно у нас отвечает за это офис CDO, да, и там, ну, также там выносится вопрос на комитет по работе с качеством данных и принимается решение, правим мы системы источники или нет. Особенности такие, то что бывают системы уже какие-то мертвые, давно уже не поддерживаются, да, и там исправить данные физически где-то невозможно. Они там уже в архиве условно, да, там из них данные забрали и все. В остальных случаях, да, принимается решение там править данные. Добрый день, Алексей, спасибо за доклад. Меня зовут Артем, и у меня вопрос больше про техничку, скажем, спустимся на уровень ниже фреймворков и датасетов. Что у вас используется в качестве движка для всего этого и в качестве движка КХД? И почему такой выбор был сделан? Ну, за КХД, наверное, не вижу смысла сейчас говорить. Мы работаем в Хадупе, в принципе, напрямую в КХД не ходим. У нас импала в качестве Хадупа используется. И, ну... Ну, я, наверное, не совсем компетентен отвечать, почему он выбран. Я пришел в банк, он там был. И мы сейчас с ним работаем. Сейчас вообще идет большая работа. Мы тоже двигаемся в сторону датамэш, там будет пересмотрено, в том числе, инструментарии. Но пока что это вот так вот. Дальше, соответственно, как сказал, именно если говорим про качество данных, там все на Пайтоне, а в качестве оркестратора, ну, Airflow используется. Ясно, хорошо, спасибо. Алексей, добрый день. Спасибо большое за доклад. Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас в организации корпоративный стандарт качества данных для решения различных бизнес-задач? То есть вот если дата-аналитик хочет подступиться к построению ML-модели или к разработке аналитического продукта, есть ли для него гарантия, что дата, которую он нашел в вашем хранилище, соответствует параметрам качества данных? Вы так интересно задали вопрос. Если мы говорим именно про модели, то обычно принимается решение о разработке той или иной модели, после чего пишется некое ТЗ на дата инженеров, и они уже идут копать данные. Они собирают витрину и смотрят на качество данных, например, с помощью того же нашего инструмента. И дальше совместно с коллегами-моделистами принимается решение, мы можем на этих данных построить вот эту модель или не можем. Ну и с бизнесом, конечно же, тоже. Если бизнес говорит, да, хорошо, я согласен, там 10% незаполненного какого-то там поля меня устраивает, соответственно, модель строится. Если нет, мы пытаемся второй заход сделать, найти более качественные данные, исключить эти данные, которые некачественные и так далее. Но если вообще получается так, что никак не получается собрать данные качественные, ну тогда, соответственно, принимается решение не разрабатывать эту модель. Спасибо. Алексей, спасибо. Андрей, X5. Вопрос такой. Вот я здесь. Здесь вот встану. Скажите, вы сказали, что оцениваете как-то рублем, наверное, потери. Чуть-чуть поделитесь, да, есть ли какая-то методология, вот чтобы... И как это потом используется, да, вот есть проблемы с качеством данных, а как это конвертировать, ну, в то, что понимает бизнес, а какие потери там для меня в деньгах обычно. Спасибо. Да, смотрите, собственно, такой вопрос возникал, вообще оценить пользу работы над улучшением качества данных достаточно сложно. Сказать, что мы сейчас здесь поправим и вот прямо столько-то денег там заработаем крайне тяжело. Поэтому мы пошли, собственно, также от моделей. Да, мы сейчас как раз в процессе разработки данной методологии, я ее, конечно же, не расскажу, вот, могу поделиться там деталями, то есть берется условная модель, ну, например, выдача кредитов там, да, и дальше симулируются некие инциденты качества данных. А что было бы, вот модель отработала на качественных данных, ее запустили, взяли и поломали сэмпл для нее там и проверили, да, что случилось. И применяются разные подходы в моделировании, то есть там обнуление столбца, да, как пример там того, что данные не притекли, например, обнуление ряда столбцов, сдвиг данных, то есть условно данные Иванова попали к Петрову, ну, потому что join неправильно написали. И по итогам мы уже смотрим, по модели, в принципе, можно определить, да, и перевести эти результаты уже в деньги. Больше, наверное, пока ничего не скажу, мы в процессе, наверное, потом поделимся. Алексей, здравствуйте. Спасибо за доклад. Было супер. Вопрос про время. Сколько людей до такволити работало, и за сколько вы реализовали ее во время? Спасибо. Да, смотрите, если мы говорим именно об стриме, качестве данных, то помимо меня там работает еще пять человек, но у нас есть огромная поддержка наших коллег из регулярных процессов, те самые дата-инженеры, которые как раз и помогают с питоном, с Airflow. Соответственно, инструмент был разработан достаточно быстро, да, там, наверное, месяца три у нас ушло на то, чтобы получить первую версию, еще, а дальше мы, собственно, никогда и не останавливаемся, мы применяем какие-то новые-новые проверки, смотрим, насколько они нам помогают в решении проблем с качеством данных, там, множество библиотек бетоновских есть, есть просто идеи, которые еще не успели реализовать. В сумме, наверное, уже мы года полтора вот в этом процессе развития, но первичный инструмент появился достаточно быстро, то есть был опыт, было понимание того, что нужно сделать, поэтому все достаточно быстро сделали. Раз, два, три. Раз, два, три. Откройте меня, пожалуйста. Раз, два, три. Да, открыли. К сожалению, мы уже немножко выбились из тайминга. Алексей, вы рок-стар, как бы, да? Вы еще будете же здесь, да? Да, я здесь. Подходите, спрашивайте. Да, ловим Алексея в кулуарах, поддержим Алексея. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ